Приветствую вас! И давайте попробуем подумать немножечко вот о чем. Наказание. Наказание это всегда санкции, меры, меры приключения за то, что человек сделал плохого. И вы, вероятно, считаете, что вы сделали что-то дурное, сделали какую-то ошибку, вы совершили грех, может быть, если вы верующий человек. И вы сейчас стараетесь себя наказать. Понимаете, в чем дело? Наказание, ну, не человеку для того, чтобы он осознал то, насколько вы, насколько он был неправ. Наказание помогает человеку понять, что так лучше, больше не делать. Наказание всегда носит карательный и воспитательный эффект. Нас интересует в данном случае воспитательный эффект, то есть изменение точки зрения, изменение взглядов, изменение мнения и так далее. Вот давайте себе ответим на вопрос. Ваше мнение, ваши взгляды, ваша позиция, они изменились в результате того, что вы себя наказываете или нет? Если нет, значит, вы наказываете себя неправильно. Если да, значит, вы уже достигли главной цели наказания. То есть то, для чего изначально человек сам себя наказывает, вы этого достигли. А дальше вы наказываете себя потому, что это вам чем-то удобно, это вам чем-то выгодно, это вам что-то дает, что-то приносит. Нужно определить, что дает, что приносит. Что вы от этого получаете, какие свои потребности и желания удовлетворяете через наказание. И тогда, нарвность в наказании исчезнет. Следующий и важный аспект касается того, что вы что-то совершили. Вы что-то сделали, вы на что-то себя вините. Наверное, я считаю, что можно было поступить как-то по-другому. Но назад время вернуть нельзя, и вы теперь себя наказываете. Значит, смотрите, какая получается ситуация. В тот момент, когда вы совершали действие, то самое действие, за которое вы себя сейчас наказываете, вы его по всей вероятности считали правильным. Либо, если вы уже тогда считали его неверным, но все равно делали, значит, простите, но речь идет о том, что у вас не было выбора. Когда человек делает какие-то вещи, понимая, что они неправильные, но все равно их делает, то, скорее всего, у этого человека нет другого выбора. У вас не было выбора именно потому, что вы сделали то, что сделали. Вы же не будете, например, считать плохим поступком, если человек убивает другого человека в целях самозащиты. Вот то же самое и здесь. Если вы сделали что-то, у вас не было выбора, то винить себя не за что. Но чувство вины, если оно в этом случае есть, помогает вам избегать каких-то действительно серьезных обстоятельств, за которые вам нужно нести ответственность, но за которые не ответственность нести вы или не хотите, или боитесь. И вот с этим уже нужно, скорее всего, работать. Следующий важный аспект. Если вы не знали, не осознавали, что действие, которое вы совершили, из-за которое вы сейчас себя наказываете, являлось плохим. То есть вы не предвидели негативных обстоятельств, или могли, но недостаточно серьезно отнеслись к этим последствиям. В этой ситуации нужно понять одну главную вещь. Потому что человек, который находится в ситуации, который является непосредственным субъектом какой-либо ситуации, совершает такой поступок, такой выбор, который представляется ему наиболее правильным, в тот момент времени, когда от него требовалось решение. И находясь в ситуации, человек не мог посмотреть на нее извне. Он не мог взглянуть на нее под другим углом. А не имея возможности для этого, человек, соответственно, поступает так, насколько позволяет ему его оценка. И вы поступили так, как позволяла вам актуальная на тот момент оценка ситуации. Но вот потом, потом вы оказались вне ее. И вы увидели ее под другим углом. И вам, конечно же, не понравилось то, что вы увидели. Вы осознали, что могли поступить иначе. И теперь вам кажется, что тогда вы поступили неправильно. При этом забывая, что в момент, в момент, когда вы были в этой ситуации, вы по-другому поступить не могли. И вот этот парадокс, парадокс восприятия следует осознать и перестать нести ответственность за то, чтобы в принципе не могли осознавать силу особенностей своего положения. Я попробую привести вам небольшой пример, чтобы было немножечко понятно. Представьте себе комнату. В этой комнате сидят люди, а вы за закрытой дверью наблюдаете за ним через замочную скважину. Вы видите, что эти люди смеются, но вы не понимаете о чем. И если какое-то время они будут смеяться, то вы, скорее всего, начнете рано или поздно думать о том, что они либо смеются над вами, либо смеются над темным таким, что скрывают от вас. И вам станет обидно. Но если вы окажетесь непосредственно в руку этих людей, ну, вы, скорее всего, не только осознаете причину их смеха, но и все вот эти вот ваши метания, ваши сомнения, они исчернут, потому что вы будете в ситуации. Это наглядный пример показывает то, что нельзя требовать от человека, который находится в ситуации, мысль так, как будто он находится вне ее. Это невозможно. Соответственно, вы требуете от себя невозможного. А теперь давайте сбросить себя. А чем же вам так удобно? Чем же вам так выгодно требовать от себя невозможного? Вот на этом можно закончить ответ. Надеюсь, я помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...